Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся на опытной экспериментальном производстве закрытого акционерного общества струнные технологии и рассказ наш сегодня о строительстве грузовой транспортной системы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И нашим собеседником является главный конструктор грузовой транспортной системы Дмитрий Николаевич Тихонов. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии готовности находится грузовая транспортная система? Что-то мы давно о ней уже ничего не сообщали. В данный момент идет монтаж металлоконструкции на строительном объекте. Непосредственно сегодня вводится в эксплуатацию конвейер погрузочно-разгрузочного терминала, который вы могли наблюдать на строительной площадке. Расскажу немножко, что это такое. Погрузочный терминал, погрузочно-разгрузочный терминал, необходим для подачи и хранения сыпучего груза. Он состоит, в принципе, из трех частей. Это бункер, который вы видели, и ленточный конвейер длинномерный, длиной порядка 38 метров, который будет подавать груз на высоту порядка 12 метров, и оттуда уже сыпучий груз будет попадать на ленту Юнитранса. Работа грузового транспортного комплекса включает в себя функционирование двух систем. Это система непрерывного транспорта, представленная Юнитрансом, и система функционирования одиночных транспортных средств. Это Юнитрак. То есть в данный момент идет монтаж опорной металлоконструкции, которая будет непосредственно включать в себя работу именно этих двух систем. А вот эта конструкция за нами, она тоже похожа на какую-то транспортную ленту? Да, это составная часть нашей системы непрерывного транспорта, внешний привод. Внешнеприводная станция предназначена для передачи тягового усилия на ленту Юнитранса. То есть эта конструкция в перспективе будет тянуть порядка 915 метров ленты. А можно посмотреть, как она действует? Да, я думаю, без проблем. В каком-то лобкаточном режиме мы сможем это сделать. Дмитрий Николаевич, ну и какие следующие действия по строительству грузовой системы нас ожидают? Да, планируется закончить именно строительно-монтажные работы погрузочно-разгрузочного терминала и приступить к еще один составной элемент грузового комплекса. Это разгрузочно-погрузочный терминал, который также будет... Звучит одинаково совершенно. Есть погрузочно-разгрузочный, есть разгрузочно-погрузочный. Погрузочно-разгрузочный терминал подает груз для загрузки именно конвейерной ленты нашей Юнитранса. Разгрузочно-погрузочный терминал предназначен для загрузки уже перевезенного сыпучего груза непосредственно в систему Юнитрака. Когда мы уже сможем увидеть все это в действии? Что касается сроков, можно сказать одно, что завершенный вид именно транспортного комплекса планируется получить ориентировочно к концу июля. Гости Экофеста увидят полностью в действии грузовую транспортную систему. В целях безопасности система Юнитранса непрерывного транспорта демонстрироваться не будет, но завершенный вид грузового транспортного комплекса гости обязательно увидят. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. И тогда, какими бы проблемами ни загрузила вас жизнь, мы их с легкостью разгрузим. Строй Skyway! Спасай планету! 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 Субтитры подогнал «Симон»